Вас снимает скрытая камера. Улыбайтесь. Я просто хочу рассказать, что мы сейчас с тобой решили посмотреть новые апартменты, которые находятся здесь. Я никогда не врут, я так сказал сейчас. Я аж покраснела с другой стороны экрана. Ладно, в общем, мы сейчас решили посмотреть новые апартменты здесь в Бокаратоне. Через дорогу здесь находится пабликс. Пабликс, мы сюда пешком ходим, и трейдер джойс. И я сейчас покажу здесь. Посмотрим, что предлагается и какая стоимость. Вот так это все выглядит с высоты птичьего полета. Вот мы сейчас находимся вот в этом здании, а вот это сейчас строится. Гостиница вот эта вот красивая, которая вот снимали, показывали. Да, это она и есть. Вот центральная отсюда. Да, 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 вот ты заезд. И то есть отсюда также можно пешочком вот так вот так вот на океан прийти. А мы живем вот сюда, немножко туда в сторону. Вот здесь все это гольф-поля, это все относится вот как раз от этой гостиницы. Да, здесь очень красиво все. Вот здесь вот этот очень богатый район. Вот мы сейчас находимся вот в этом здании. Вот здесь через дорогу сюда вот находится пабликс, а здесь у нас вот здесь через дорогу трейдер джойс. А вот там живем мы. Вот такой вот красивый бока-ратон. Ну, действительно, просто картина. Тут почему мне хочется полетать, почему хочется. Да, слушай, захочешь, такой увидишь. Да. Получается, это же залив, вот этот залив. Да, это залив. Отделяет основной полуостров. Да, тут уже коса идет. Да, вот сюда мы где-то, если мы с этой стороны живем, мы вот сюда приходим где-то на пляж. Вот здесь можно вот сюда пройти на пляж. А Дирфил Бич, куда мы обычно ездим, он немножечко вот там в стороне получается. Вот так вот. Это уже у людей целая обзорная экскурсия по бока-ратону. Ладно, мы ждем сейчас, нам выделят менеджера, кто нам сможет показать апартменты. И покажем, и расскажем, сколько это стоит. Может быть, нам пригодится, а может быть, и вам пригодится. Да, везде можно присесть. В этом... В этом лечь, по-моему, можно. Я стою здесь жить, да? Меня уже все устраивает. И присесть, и прилечь можно. Ну, все, ждем. Нам сейчас показывают апартменты. Пока мы еще в апартменты не зашли, вот здесь внутри здание. Такой вот бассейн с лежачками. Зона для барбекю. Можно, видите, здесь покушать. Вот здесь спортзал, джим. Ну, то, что он большой, да? Нет, он здесь хороший тренажер. Как в этом? Как называется? И лешит. Это же фирма. Много что есть, да? Беговые дорожки. Я поняла, секундочку. И зал для тренировок. Сейчас по-быстренькому. Сами посмотрим и вам покажем. Здесь можно вечерком с огоньком посидеть. Как возле костра. Так, еще какой-то центр. Здесь это бизнес-центр. Ага, я поняла. В бильярт можно поиграть. Вот гости приходят к тебе, если... Ну, вот, кстати, у нас комнатка, которую сейчас отремонтировали, даже лучше. Домой себе весь снизу, если не холодильник. Удобно. Все это и есть. То есть можно здесь спокойно, вот, с друзьями отдыхать, когда приходят. В бильярт поиграть. Печеринка. А так, а там что за зона такая отдыха? Окей. То есть это находится на каком-то этаже. Я, если честно, не поняла. На каком? На каком? На пятом? На пятом этаже. Зона отдыха. Бассейн. Спортзал. Ну, ведь красиво. Да, может быть, мы сейчас посмотрим, какую нам квартиру покажут. И будет из этого понятно. Да, здесь маленькое такое кафе. Можно кофе попить. Такие приятные коридорчики. Ну, чистенько. Ну, очень все, да, уютненько, чистенько. Ну, немножко это, как бы, повыше уровня, ну, и цена сразу же на тысячу долларов. Вот, это по самым целым предприятиям 1000-1200 долларов в месяц. Дороже. Да. То есть, получается, в среднем мы посчитали, если заключить контракт на 15 месяцев, то 3100. 3100, да. 3100 в месяц будет выходить. Да, комната, да? Так. Сейчас посмотрим вид. Вот как раз идет строительство двух новых зданий. И вот туда вот видно гольф-поля. И вот там вот прямо вот за теми зданиями, даже где вот объяснить, находится Майзнер-парк. Здесь такое беленькое, очень приятно. Запах приятный. Вот такой здесь шкаф. Один. О, как удобно. Два шкафчика. Второй. И здесь большая. Ой, класс. Ага. Туалет, две раковины. И вот такой вот душ. Очень приятное такое помещение, скажем так, жилье. Очень такое приятно здесь находиться, да, скажи, Андрей. Так, а здесь вот уже вторая комната. Понятно, что нужно картины повесить, шторы. Сейчас, одну секундочку. Здесь еще одна большая гардеробная. Гардеробных очень много, очень классно. И здесь второй туалет. Опа. Сейчас. Зашли в другую квартиру. Немножко она как-то по-другому здесь. Все похоже, но вид уже идет на гостиницу. Кухня такая же. Большая, просторная, светлая. Один балкон все равно смотрит на стройку. Ой, какой большой балкон. Это все балкон. Все балкон. Ну, вот так вроде в квартире не слышно, что шум какой-то от стройки. А вот сюда выходишь, конечно же. И вот. Вот такой вот вид на гольф-поля, на гостиницу. За океаном тоже будет минут 20 пешком. Это, конечно, то же самое, где мы живем. Вот, а вот здесь внизу большие дорогие дома. Магазин Trader Joyce. И туда слева Publix. Так, это одна комната. Комнаты все большие, уютные. Белые, конечно. Стены очень, это красиво. Полочки, шкафчики. Такой еще большой гардероб. Сюда гардеробная. И здесь душ, туалет. И также две, чуть поменьше, кстати, чем в прошлом было. Ага, и здесь еще есть ванная. Вот так вот все, не знаю, телефон. Все красиво, чистенько. И вторая комната. Комната. Видите, туда коридор, она такая достаточно большая здесь. Здесь также маленькая раковина, туалет, душевая кабинка. И вторая комната. Первая квартира, кстати, была, мне показалось, побольше немножечко. То есть комнаты побольше были. Но здесь больше непосредственно сама вот эта ливен ром и кухня. Слушай, а получается, эта ливен рома, она меньше, чем у нашей? Ну, в общем, наверное, будет меньше, да. Как будто бы меньше, да? Выглядит почта. Сюда приходят письма, большие посылки. Вот, и выход на многоярусную парковку. Здесь заезжают люди и паркуются. Выехали мы от здания. Не знаю, со стороны надо его будет как-нибудь заснять. Нормально она все равно со стороны. Так, ну что, Андрей, как тебе? Слушай, ну, все прикольно. Единственное, конечно, цена такая, что за эту деньги... За эту деньги? Да, у меня аж язык стал заплетаться. За такие деньги здесь можно реально... Вот как раз, видите, пабликс, да? То есть два магазина таких хороших, да, продуктовых. Они прям здесь... Вот так, надо здесь их выпустить и поехать дальше. Вот оно здание получается. Ну да, в общем, ну... Да, и за эти деньги можно хороший дом найти. Трех-четырех бедрунный. И для нас это будет удобнее. Так нет, самое главное, что те же самые там, вот мы сейчас посмотрели, 3100, да, мы сейчас платим там 1800, да, где-то у нас получается. То есть переплата где-то 1300 за такое же, в принципе, живье, да? Ну, понятно, что оно более свежее, оно более такое хорошенькое. Все это понятно, да? Но 1300 это еще надо деньги заработать. А все-таки 3000 лучше платить, взять дом там, да, тут же самое... Да, конечно, конечно. Там, в ипотеку, да, в кредит. Вот, и платить лучше 3000 долларов за свой собственный дом отдавать, чем вот так вот просто... Ну, у всех разные заработки, поэтому... Кто-то спокойно платит. У кого-то, может быть, где-то дом вообще находится в другом штате, а здесь живут, там, работают, допустим. Все же может быть, ну, такие-то у нас... Это вот мы едем как раз сейчас за Андрюшей. Еще здесь цены, ты же вот говорил, да, если здесь будут снижать цены, то эти товарищи, которые приедут, которые здесь нежелательные. Да, в принципе, нет такого прям... Можно найти дешевое жилье, можно. Немножко туда дальше за первую трассу, за 95-ую. Но вот в таких местах дешевого жилья не будет, чтобы не понаехали всякие там, да, нежелательные люди, скажем так. Поэтому, конечно же, здесь все дорого. И то, даже где мы живем, мы действительно нашли очень такой недорогой вариант, потому что даже вот в нашем апартнете квартиры двухбедромные стоят дороже, где-то 2 100 и выше. Так, а где у нас школа тебе нужно было? Вот сейчас направо и налево, а вон школа прямо. Это она? Да. Я со станции перекупал. Вот где она? Вот и наша эре. У нас здесь, кстати, уютней. Да, и у нас... Вот дорога на океан мне нравится. Да, вот это как раз, если прямо идти, ехать, это дорога на океан. Можно идти, можно ехать. Вон там мост уже, и через мост пришлось на месте. Да, да. Да. Только раньше было больше времени ходить на океан. Да. Ну что, сегодня мы пойдем... Сказали те, кто каждый день почти ходит на океан. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.